По состоянию на 15 марта в регионе зарегистрировано 66 лабораторно подтвержденных случаев кори. Напомним, еще три недели назад эта цифра была на 50 меньше. Как сообщили нам в Департаменте здравоохранения, в основном случаи заболевания, отмеченные в Ивановском районе, на территориях которой обслуживают 2-я, 3-я и 7-я больницы областного центра. Сейчас прививают только тех, кто контактировал с больными. 13 марта 1050 доз вакцины против кори поступило за счет федерального бюджета. В настоящее время осуществляется доставка вакцины в областные учреждения здравоохранения с соблюдением холодовой цепи. Также дополнительно Департаментом здравоохранения будет закуплено за счет областного бюджета 2000 доз. В настоящее время Департамент здравоохранения связался с единственным заводом, это в Москве. В настоящее время готовятся для нас как раз вот эти 2000 доз. Дети, взрослые, не состоявшие в контакте, пока прививку от кори сделать не могут. В больницах региона еще не снят карантин по гриппу и ОРВИ. Ориентировочно эта ситуация стабилизируется к концу месяца. А уже с 1 апреля в регионе начнется подчищающая иммунизация против кори. Будут, естественно, вакцинируются лица, не имеющие сведений о прививках, не вакцинированных. Будут пересмотрены медицинские отводы. Будет проведена работа с родителями и с непосредственно жителями, кто отказывается от проведения вакцинации. Карантинные мероприятия по кори по-прежнему действуют в 22-м лицее и школе номер 32, детских садах областного центра под номерами 128, 11 и 67. В последнем случае факт заболевания лабораторно еще не подтвержден. Учреждения работы не прекращают отстранять только непривитых детей и взрослых. Первые 72 часа после уявления подозрений на кори проводят вакцинацию непривитых контактных лиц. Детям до года вводят иммуноглобулин. У нас есть два случая кори в Бичуге, есть случаи в Комсомольском районе, но они пока не подтверждены. Ситуация вот ведь какая. Когда человек заболевает, то есть у него после пятого дня сыпи отбирается кровь и отправляется в Нижний Новгород для подтверждения. Поэтому мы ведем все очаги и кори, и корь под вопросом, как бы они на учете стоят все у нас. А когда получаем результат, то часть какая-то не подтверждается. В общей сложности специалисты регионального Роспотребнадзора отправили на исследование 79 проб крови. 13 из них не подтвердились. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.